вы зачем развернули домик опять как вы его вытаскиваете вообще но это не креветки сегодня надо это покушать с добрым утром он зевает еще пороняли все ребята я не знаю только у меня так или это у всех так добавила в капусту жарю капусту добавила туда тыкву из морозилки достала порезала пошла перемешала пошла покормить рыбок на глаза попался антиреум взялась его пересаживать ребята ну это что такое сейчас пойду еще куда-нибудь что-нибудь на глаза попадется то начну делать и так вот целый день какой-то круговорот с утра как начинается одно растение вот в этом горшке сидела здесь сами уже отпали вот эти вот череночки не знаю конечно такое такой вид у них отмочить бы в воде конечно вот это все вот это вообще можно расчеренковать разделить слушайте наверное так я и сделаю вот это сейчас вот эту палку разрежу на три части здесь потому что воздушные корни уже начались поставлю воду пусть они корни нормальные дадут и мы их потом рассадим вот этот хорошенький такой основной да посажу сюда туда насыпала своего почвогрунта и насыпала микоризы ой простите еще не завтракала не пила ничего вот и еще один росточек вообще раньше 12 у меня не получается ну как бы это и нормально с утра вырабатывается какое-то вещество в организме которое сжигает жиры способствует похудению вот но у меня это не специально у меня это так вообще по жизни так получается что мне с утра просто есть не хочется либо некогда либо что-то и вот раньше как минимум 11 ну вот в основном раньше 12 не получается вот и такой вот этот росточек хорошенький тоже моего в беленький коршочек посадим будет красиво поглубже посажу прямо так красота такая вот у нас получилось листики немножко от воздуха но это зимой они подсохли аккуратненько обрежем кончики надеюсь начнет расти и может быть даже зацветет а эти не стала ставить воду пенечки посадила два в один а с листиками отдельно посадила 8 воду пенечки посадила 9 лета закончилась сибири друзья привет всем неплохо поздоровалась 30 сегодня 30 марта зима в сибирь вернулась это сибирь хакасия снег на горах идет уже у нас здесь дождик но к ночи днем плюс 13 было ночью минус 5 завтра минус 10 15 и так в течение пяти дней у нас похолодание саженцы замуровала которая не успела рассадить на готовила покажу во что я их рассаживала здесь у меня конский перед гной пятилетней выдержки и подпревшие опилки эту смесь саженцы идеально у меня розы перезимовывали пересыпанные опилками в плюс 5 плюс 7 градусов температуре в помещении вот а вот эта смесь для временного так скажем временной посадки в рассадочные пакеты идеально то есть здесь и плодородные есть слой и рыхлость есть то есть все будет шикарно дождь такой прям уже холодно с утра еще тепло было друзья что хочу сказать кстати дрова то вот сложила я все дрова все отлично вы говорили что это еще не началось зима только кончилась я уже дровами запасаюсь одна из моих главных ошибок когда я переехала в деревню заключалась в том что это красная пропела глянуться не успела как говорится а тут хлопа зима начала бегать искать дрова облака болтается не ну не бегать конечно начала обзванивать дрова где можно заготовить все дрова сыры у всех свеже напиленные а им то надо высохнуть два-три месяца минимум вот то есть ну это один вопрос то есть опытом научена а второй момент дрова вообще заканчиваться если это частный дом и зависимо от того чем вы топитесь углем или чем не должны заканчиваться вообще никогда я хочу вот эту подвинуть чтобы она не болталась еще что-то подложить надо дрова не должны заканчиваться никогда печи у меня для угля не предусмотрена это к вопросу о том что что бы мне углем не топиться но во первых я не хочу дышать этой угольной пылью во вторых после дров уголь дровяной вот этот древесный уголь он весь идет у меня в дело либо там свечи я поделаю кручу либо это все идет от растения рассыпается настаиваются там настойки всякие зольные вот дрова вещь нужная ну и третий момент почему я срочно так кинулась заготавливать дрова после приезда у нас их вообще не было не осталось у нас здесь фото зона многие уже знают что у нас гости к енотам приходят вот ну и люди приходят с саженцами покупают просто мои друзья знакомые приезжают и но шикарная фото зона на фоне дров тут и на тюках сено можно сфотографироваться но все этим пользуются и очень многим это нравится особенно конечно городским жителям вот поэтому такие дела журавль у нас уже выехал на свое место покажу сейчас как у меня будут пережидать саженцы которые я успела рассадить они будут в помещении с музычкой сейчас я пока выключу с музычкой круглосуточно свет у них здесь будет гореть но достаточно такой нормальный вот зачем я это сделала то есть что-то уже рассадила успела сегодня что не успела розы вот пересыпала опять же этими опилками уже многие просто на почках минус 10 это конечно все побьется будет очень и очень жалко вот я спирею такие вот шикарные огромные кусты просто это не маленькие там растюшки саженцы да вы такие какие-то укорененные череночки это огромные прямо уже кусты вот коврики я им тут подстелила и успела рассадить два вида абрикосы по моему посол мира и уфа 5 да они уже просто цветут и очень не хочется потерять вот этот вот цвет пусть он цветет от представляете это уже 3-4 летние саженцы огромные с меня ростом я метр семьдесят под потолок то есть полтора два метра саженцы размером вот ну и некоторые тут розочки тоже успела рассадить бросила это дело набрала ведро грунта вот этого намешанного и пойду сейчас помидоры свои пересаживать здесь вот уже тоже форзиция на цвету тоже все поубрала сейчас я им здесь еще батарею поставлю включу масляную она воздух не сушит и будет здесь но выше нуля точно плюс 10 точно будет еще один важный момент вам скажу в этом видео адрес электронной почты все вопросы предложения все что вы не хотите написать в комментариях лучше писать конечно же в комментариях это помогает но если что-то вы не можете написать комментариях под видео я вас умоляю пишите на почту не нужно мне звонить я телефон и номера телефонов конечно же не секрет а их очень просто найти потому что они рекламные рекламные для посещения енотов рекламные для покупки саженцев у нас только самовывоз доставки к сожалению нет физически я не успеваю этим заниматься в этом году вот и только самовывоз но собака на и со всех акасий в общем-то приезжают вчера с баграта были с багратского района прекрасно приехали с енотиками наигрались светлана привет вам еще раз есть такие моменты что вы пишите мне на ватсап пишите то есть у меня телефоны они для дела для работы я не веду по телефону никаких бесед не делюсь никакой информации всем чем я всю информацию какой я хочу и могу поделиться я рассказываю в видео либо в своем телеграм-канале заходите туда кстати тоже в телеграм-канал там вперед вся информация все интересненькое что происходит я там выкладываю ну и не только то что выходит на ютубе там бывает в телеграм-канале там такая у нас семейная домашняя обстановка все свои так сказать вот так что заходите всем рады вот личные телефоны звонки уж тем более звонки это только для дела друзья для дела физически нету времени со всеми по телефону общаться или там вести какие-то личные переписки в отцапе или еще где-то я бы была рада но мне хочется же и ребенку время уделять и плюс к тому у меня работы но просто вы не представляете сколько у меня работы спрашиваете откуда деньги деньги но я работаю друзья я работаю вообще как конь просто пошел вот круглосуточно не с утра до ночи а просто круглосуточно вы даже себе не представляете вот но я занимаюсь тем что мне нравится мне это все нравится но свободного времени для поболтать у меня просто его нету просто нету а надеюсь на ваше понимания. Всех люблю, обнимаю до неба и обратно. Оставайтесь на канале, увидимся. А в этом месяце, в марте, это последнее видео. Всем удачного вхождения в апрель, пусть все задуманное сбывается, вдохновение пускай вас не покидает, как меня, и сил, конечно же. Всем пока-пока! Неуклюжая жопка! Нет, я не играть, я подметать вообще пришла к вам. Очень ловко ты туда запрыгнул, научился. А назад как? Ну-ка, покажи. Вот уже, представляете, колосятся помидоры мои. Все, конечно, я их не буду высаживать, повыбираю. Вот такие крепыши повыбираю, повысаживаю. И таких у меня ящиков четыре штуки. Здесь тоже уже можно, вот еще какие-то остались с названиями. Монгольский карлик, это череболос МФ1. Здесь сердце Минусинска, а здесь джина. Или не джина, в общем, непонятно что. А это физалис. Находила трехлетний пакетик, валялся, почему-то не высаженный. Насыпала, вот что-то взошло даже. Здесь тоже помидорки такие вот. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова you know,